У здания завода управления собрались работники непростой, но очень важной профессии люди огня и металла. Здесь проходило празднование Дня Металлурга. Поздравление главы Ленинского городского округа Станислава Катарова передала виновникам торжества его заместитель Анастасия Гайриш. Искренне благодарю сотрудников завода за поддержку трудовых династий, ветеранов войны и труда, за приверженность традициям, установленным первыми строителями города Видное. Важно, что эти ценности продолжают передаваться и молодому поколению. Желаю вам и вашей команде новых творческих успехов и талантливых единомышленников. В 1951 году Коксогазовый завод выдал первую партию Кокса. Именно с этого времени начинается история градообразующего предприятия. На протяжении долгих лет уже три поколения металлургов поддерживают на предприятии производственную деятельность, осваивают новые техники и оборудование. И сегодня завод реализует полномасштабную экологическую программу. Мы на сегодняшний день произвели капитальный ремонт 11 простенков коксовых камер. Расширяется БХУ, строится новая коллекторная система. За многолетний добросовестный труд сотрудника московского Коксогазового завода были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от администрации и совета депутатов Ленинского городского округа. Вы были первооснователем и всегда приятно дотронуться до истории. И в этот знаменательный праздничный день вспомнить ветеранов и увидеть то, что вы продолжаете делать все для того, чтобы градостроительное предприятие Коксогазовый завод продолжал жить. Среди награжденных начальник участка подвижного состава Руслан Ахмеджанов работает на москоксе более 10 лет. Считают, главное в его профессии – это взаимопонимание в коллективе. Я думаю, что во всех профессиях самое сложное – это найти общий язык с коллективом. Тем более, когда руководителем работаешь, коллектив – штатное расписание 40 человек у меня в подразделении, а в наличии чуть больше 20. И все равно с ними надо найти общий язык, распределить по сменам своим. Это такая работа, которую не столько физически занимают, а морально. Елена Жемчужникова на заводе с 1976 года о другом месте работы никогда не задумывалась. Хотя за это время сменила несколько специальностей. Но все на родном предприятии. Я работала в мужчинском питателе, где перекачивают уголь на Кокс. Ну, а потом отучилась, работала в гараже размораживания, сейчас работаю оператором управления. Сейчас на московском Коксогазовом заводе трудится свыше 800 человек. Многие из них – жители Видного, продолжатели трудовых династий, чьи навыки бережно передаются из поколения в поколение.